Всем привет! Ты на Краевом телеканале Енисей. Меня зовут Полина Каминская, а это мой сегодняшний соведущий Миша Буглов. И ты на открытом уроке. Объявляю готовность номер один и мы начинаем. Миша, а ты помнишь свое первое сентября? Мне кажется, это был самый волнительный день в школе. Да, очень. Мама сразу сказала, это начало новой жизни. А ты чего? Ну, поверил, конечно. А на чего? Говорит, ты у меня молодец. Больше веры в себя, надежды на успех и все получится. Уверена, так и случилось. А сейчас посмотрим, как прошло первое сентября в школах города и края. Нам ни капельки, друзья, не было обидно, когда сказали первый класс из-за цветов не видно. В этом сентябре в более чем тысячу школ края пошли целых 332 тысячи ребятишек. Особое внимание, конечно, к первоклашкам. Волнение на праздничных линейках было не избежать. Однако речь не о самых маленьких, а скорее о их мамах и папах. Вот кто действительно готовился к празднику целый год. Многие даже проработали развлекательную программу для всей семьи. Погода позволяет. Мы хотим съездить в Бобровый лог. Ребенок очень любит это место. Погулять, поиграть. Волнуются и учителя. Впереди целый год уроков, неклассных занятий, встреч с родителями и школьных вечеров. А ведь для некоторых педагогов это тоже первый раз в первый класс. Потому что я первый раз иду сама с детьми в первый класс. Я вот только-только пришла и сама новый педагог. И я очень сильно волнуюсь, так же, как и первоклассники, так же, как их родители. И это абсолютно нормально. Родители уже шутят. Будем все учиться друг у друга. Кстати, в школы Каннска в этом сентябре тоже пришло много молодых учителей. 13. Что для них главное? Это волнительно. Но и желание, знаете, когда понимаешь всю ответственность от того, что от тебя зависит многое. Ты встречаешь вот таких маленьких детей. Ты должна всему их научить. Ну, не научить, да, а создать условия для того, чтобы они всему этому научились. Я горжусь. А как дела в других городах края? Коллеги, помогайте. Первый сентябрьский звонок прозвучал во всех минусинских школах. Сегодня, в День знаний, в южной столице края на торжественной линейке пришли более 8 тысяч учеников, в том числе 1100 первоклассников. По сравнению с прошлым годом, их на 200 человек больше. Ничего еще не знаем. Научиться мы хотим. На урок не опоздаем. Без причины не проспим. А вот и леса Сибирск. Местные школы встретили в этом году 7 тысяч учеников. Белые банты, отглаженные фартуки, счастливые лица детей и родителей. Классика 1 сентября. Сегодня мы всей семьей отправляем свою старшую дочь. У нас еще годовалась сынишка дома. В первый класс. Замечательная учительница. Самая лучшая она для нас. Самая первая. Я не могу уже не плакать, потому что растроганные все. Доча тоже. Мы тоже волнуемся, но надеемся на то, что будем получать только пятерки, но и изредка четверки. Что ж, звонок прозвенело, значит лень, плохое поведение и ссоры должны остаться позади. Впереди надежды, которые в силах оправдать только самим школьникам. Слышите, ребята, мы в вас верим. Удачи! Ну а сейчас настало время рубрики «Дневник». Передаю слово своему юному коллеге. Я готов. Посидел в библиотеке, погуглил, просто спросил у родителей и подготел сводку интересных новостей и любопытных фактов. Смотрим. Всем привет! Итак, начнем. Дети вместо цветов. Всероссийскую акцию с таким красивым названием поддержали несколько красноярских школ. Смысл такой. Ребята всего класса покупают учителю один букет. Не 10, 30, 20, как обычно, а всего один. Сэкономленные деньги переводят на лечение тяжело болеющих детей. В 2015 году, благодаря такой акции, всей стране удалось собрать целых 8 миллионов рублей. Сколько собрали в этом году, пока неизвестно. Но большое спасибо школам номер 143, 147, гимназии «Универс» и лицеям 6 и 11. А теперь пара интересных фактов о химических элементах. Мало кто знает, но железо тоже может перейти в газообразное состояние. Правда, для этого его нужно нагреть аж до 50 тысяч градусов Цельсия. И, кстати, о температуре. Есть несколько металлов, которые находятся в жидком состоянии уже при комнатной температуре. Это ртуть, цезий, франций и галий. А еще обеззараживающие свойства серебра, оказывается, были открыты случайно. В войске Александра Македонского началась эпидемия, но начальники не заболели. Выяснилось все потому, что посуда у них была из серебра, а не из золова, как у рядовых военных. Вот так-то. Не зря мне бабушка серебряную ложку на день рождения подарила. А с новостями у меня все. Класс! Ну а сейчас наше традиционное предложение, от которого нельзя отказаться. Если и ты хочешь стать моим соведущим, и тебе есть что рассказать, звони и пиши к нам в редакцию. Адреса и телефоны ты видишь на экране прямо сейчас. Вот они. Прикольно! Миша, не отвлекайся, лучше расскажи нам о следующем сюжете. Сейчас мы расскажем вам об уроке безопасности для школьников и о том, какую роль в этом играют родители. Все по-английски, все по-английски! Увидительно просим зайти в классные кабинеты. Сохраняйте спокойствие, ситуация контролируется. И вот как сохранять спокойствие, когда тут творится такое? Оставить игры? Пройти в ближайший класс? Что происходит? Оказывается, это урок безопасности. В первые дни учебного года в образовательных учреждениях Красноярска ребята повторяют не только прошлогодний материал, но и правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Зайти надо в класс и потом быстро по своим местам встать. У нас, Виктория Сергеевна, нас посчитают. И если нас ровно, мы тогда встаем сюда. И что дальше делать? Ждем, когда сигнал пройдет, посторонний покинет помешение. И только после этого ученики имеют право покинуть классы. Учения прошли хорошо, но эмоции пока зашкаливают. Когда не знаешь, что это учение, не говорят учителя, то вот страшно. Кажется, как будто реальность. То, что правда кто-то проник и жутко. Отработка чрезвычайных ситуаций по школам города пройдет до 15 сентября. Дети должны знать и в случае чего подсказать родителям, как действовать при террористической угрозе или чего не стоит делать при внезапном возгорании. Правильно, нельзя паниковать. По нормативам пожарного надзора на полную эвакуацию здания отводится 5 минут. Но 31-я школа справилась за 2,5. Сотрудники МЧС ставят твердую пятерку. Ведь в реальной ситуации ценой промедления могут стать десятки жизней. Когда сообщили тревогу о пожаре, нужно выйти за преподавателем на улицу и постараться и слушать его. В прошлом году была ситуация в 151-й школе на взлетке, когда у нас пошли испарения из канализации. Была проведена эвакуация детей. Дети все уложились по регламенту, были эвакуированы. Были эвакуированы в соседние корпуса, где угроза жизни их ничего не представляла. Поэтому это полезно, поэтому мы постоянно над этим работаем. Это, конечно, хорошо, добавляют родители. Но не стоит забывать и про безопасность на подходах к учебному заведению. Уже год по вечерам 4 мамы учеников 31-й школы патрулируют свой микроучасток и следят за соблюдением правил дорожного движения. Мы выявляем детей, которые нарушают правила дорожного движения и проводим с ними профилактические беседы. С ними и их родители, потому что родители, он в первую очередь ответственный за здоровье и жизнь своего ребенка. Но из учебного заведения ответственность никто не снимает. И те стараются. В этом году будут особо наблюдать за выполнением пропускного режима. Так что, ребята, это тем, кому от 7 до 11 лет убежать домой одним, да поскорее, не получится. Вас попросту не отпустят без подписанного родителями разрешения. А еще ведите себя хорошо всегда и везде. За вами, ради вашей же безопасности, наблюдает видеокамера. И не одна. Каждая школа города увеличила количество видеоточек на треть. Ну и никто не отменял тревожные кнопки. Будьте бдительны сами и приглядывайте за младшими товарищами. Б. Безопасность прежде всего. Наши друзья из студенческого телевидения Красноярского государственного педуниверситета Life Media побывали на Тимбересе. Нет, нет, нет и еще раз нет. Ты все путаешь, Полина. Не на Тимбересе, а на Тим Юниоре. Это уникальная образовательная площадка, созданная для подростков из муниципальных образований Красноярского края. А если своими словами? Тим Юниор – это классный проект, где каждый школьник от 14 до 17 лет может придумать и реализовать любой свой проект. Ну тогда ждем подробностей от коллег. Ключевой образовательный форум для подростков Красноярского края Тим Юниор 2017. Беги за мной, арт-парад, экстремальный спорт. Именно такие флагманские программы представлены на второй смене юниора. Тим Юниор – это территория инициативной молодежи, образовательная площадка для школьников от 14 до 17 лет, ну, старшеклассников. Младший брат – Тим Бирюса. То есть, грубо говоря, те ребята, которые сейчас находятся на юниоре, они, соответственно, станут совершеннолетними, продолжат свою общественную деятельность. И уже потом их будет ждать Тим Бирюса. А после Тим Бирюса что их ждет? Ну, активное участие в молодежной политике Красноярского края. Что нужно сделать, чтобы сюда приехать? Вообще, нужно какой-то конкурс, спросили, просто регистрацию. Вообще, как сюда попасть? Есть на сайте «Краспутевка» раздел «Тим Юниор», и там надо заполнить анкету, по которой органоментет сможет определить, сможет ли попасть на Тим Юниор или нет. У нас есть арт-парад смена, у нас есть смена экстремальный спорт и бегизм на Сибирь. Какая все-таки основная цель и задача Тим Юниор? Мы хотим, чтобы они домой вернулись заряжены, чтобы они вернулись с багажом идей, и не только идей, чтобы они вернулись с конкретными практическими компетенциями и навыками, которые позволяют эти идеи воплощать в жизнь. В этом году такая фишка появилась на Юниоре, что мы должны реализовать именно здесь и сейчас этот проект. Скажите про образовательную программу на Тим Юниор. Взяли такую сферу, когда у нас есть лекторы и из политики, и из крупного бизнеса, и из молодежных сфер разных, и из институтов, кто занимается там молодежным сфер, самоуправлением и так далее. К нам приезжал министр по спорту Красноярского края только что. Ну, Тим Юниор дает очень много детям. Что дают дети Тим Юниор? О, дети – это наше все, это наши участники, это наша атмосфера. Это место уникально, что здесь собирается настолько неравнодушная молодежь со всего края, которые не просто хотят как-то прожигать свои летние каникулы, лежать дома либо у речки, загорать, которые хотят хотя бы 9 дней этого лета провести со смыслом. Когда я приехал первый раз в 2014 году сюда, я был зажатый, вообще ни с кем не общался. Обычно школьник, в общем, ничем я не выделялся. А потом меня здесь начали развивать, всякие лекции, тренинги. Очень классно, и это прям помогло мне в дальнейшем. Спасибо, Тим Юниору, за это. На этом у нас все, но не забывай, мы ждем твоих историй об изобретениях, успехах в школе и спорте, ну и вообще. Вообще о том, что волнует именно тебя, школьника. Адреса нашей редакции в соцсетях ты видишь на экране прямо сейчас, звони и пиши. Хорошего настроения тебе и нескучных новостей каждый день. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok